Корыстные проекты для людей и краины. Сегодня в бизнес-центре свободной экономической зоны Гомеля-Ратон прошел областный этап республиканского конкурса «100 идей для Беларуси». Какие инновации и распроцовки пропонует молодь, доведалась Ганна Корольчук. Их фантазия не ведая межу. Представники науковой, студентской, працованные молодзи и школьники представили на суд журы 28 авторских проектов. В средствах пропонували по вертикальному зеленению фасадов жилых домов. Удосконаление систем городского водозабеспечения и водоотведения, створение школы-подрихтовки волонтеров, а так само гостиница для живел и майстерня вязаных цацок. Особливой цикавостью наведовольника укористались и техничные распроцовки студентов. Умный дом, беспроводные наушники, которые сейчас на мне, и аудиопроцессор. При помощи этих всех устройств можно реализовать полностью весь свой быт. Как от отдыха, так и под полным управлением всей системы. В целом, например, когда находитесь на даче, можете сдать сценарий и система автоматически выполнит какие-либо действия. Открытие и закрытие к нам в случае экстренной ситуации, а также управление освещением, управление бытовой техникой через голосовой интерфейс. Цикавець молодць не только бизнес-идеи, але и социальные проекты. Студентка медицинского университета Анастасия Пратко пропонует усталевать на улицах и в громадских помешканьях автоматичные вонковые дефибрилляторы, які допомогать выратывать человека до приезда худкой допомоги. Попыт на такую технику есть. Засталося с допомогой конкурсу знайсти доброго распроцовщика. А вот Олег Дохов, який выкладает в медуниверситете, уже реализовал свою идею. Симулятор-накладку для тренировки навыков внутривенных инъекций и забора крови тестируют его студенты. Студенты очень часто сталкиваются с ситуацией, что единственной возможностью качественно отработать этот навык является общение с живым пациентом. И вынуждены спрашивать разрешение, можно ли на вас потренироваться. Конечно, как правило, отказываются. К счастью, технологии современные позволяют нам подобрать материалы. Касается имитации кожных покровов, имитации крови, имитации вены. Для того, чтобы создать такой тренажер. Так само молодые навыковцы працуют над экологичными проблемами. Дмитрий Захаренко в Мазырском лесничестве выросшивает сенцы чарасчетого дуба с закрытой корневой системой в контейнерах. Многие хозяйства по всей Беларуси заинтересованы в этой технологии, потому что у нас сегодня, вот вы видите, погода у нас минус 13, в субботу у нас плюс один. То есть дуб не готов к таким экстремальным перепадам температуры и в условиях меняющегося климата очень интересная технология, поэтому вот мы будем не тратить ее. Оценивали проекты представники Аблвыконкама, Гомельского технопарка, бизнес-школы, предпринимальники, специалисты профильных галин и, вядома сами, организаторы конкурсу – Белорусский республиканский союз молодцы. В областном комитете ставку робят не на колькость заявленных проектов, а на их якость. Кажут, дайте добрую идею, а у остатнем мы допоможем. Самая главная наша поддержка – это заявлять его на различные конкурсы на республиканском уровне, на международном, продвигать его проект всячески, потому что зачастую молодой человек, есть у него идея, а что с ней делать дальше он не знает. Поэтому это наша основная цель и задача. Ну и помочь его монетизировать этот проект. До речи, конкурс проходит уже в сёмый раз, и цикавость, да, его досыть высокая. Сё лето навэт пришлось удвоя повеличить колькость номинаций – до 20. В прошлые годы, да, у нас было 10 номинаций, и все школьники, студенты, работающие молодёжь, на равных условиях принимали во всех и десяти. Сейчас мы разделили. Особенностью стали номинации «Инклюзивное пространство», «Информационно-коммуникационные технологии», в том числе с включением в них людей с ограниченными возможностями. Конкурс стоит и для Беларуси, и для починающих распроцовщиков. К этому необходимо заявить про себя и выиграть грант на реализацию проекта. Кроме этого, финалисты представят Беларусь на международном конкурсе «Стоидей для СНД» и отримают рекомендацию профильную ВНУ або курс навучания при Национальной академии наук. Але для этого спочатку треба трапить у республиканский финал. Про выники областного этапа мы расскажем у завтрашних выпусках новинов. Ганна Коральчук, Валерий Гапанько, Телерадо, компания «Гомель».